К другим темам. Пути развития регионального туризма, проблемы маленьких музеев, негативное влияние пандемии коронавируса. Эти и другие вопросы обсуждались в ходе эфира программы «Правда» федерального телеканала ОТР. Среди экспертов, принимавших участие в дискуссии, была и представительница Верхней Волжья, президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер. Внутренний туризм давно в России является непростой отраслью. Путешествовать по стране не самое дешевое удовольствие. С качественными отелями тоже проблема. Конкуренция со стороны заграницы велика. А тут еще и коронавирус, из-за которого практически без работы осталось большинство гостиниц и турбаз. Я думаю, что дискуссия назрела, потому что ситуация в сфере туризма, она во многих регионах достаточно тяжелая. Отсутствие турпотока, ограничительные меры, достаточно консервативные отношения властей. Рассказывая об опыте Тверской области, Ирина Шереметкер отметила, что у региона, конечно, есть важное преимущество. Он находится между двух столиц, а значит, турпоток всегда будет. Вторым важным моментом является позиция властей Верхней Волжья, которые считают туризм одним из приоритетов. Для этого и создано профильное министерство. По всему региону активно строится инфраструктура в виде отелей и дорог. Глядя на это, и муниципальные чиновники начинают шевелиться, помогая не только крупным объектам, но и небольшим гостиницам, музеям. Местные власти встраиваются в эту систему и подстраивают также программы различные. Я знаю, что и дороги чистят по просьбе турбизнеса, и различные программы благоустройства. С туризмом надо работать. Тогда эта отрасль и сама будет успешно развиваться и доход в местный бюджет приносить. По словам Ирины Шереметкер, только гостиничный сектор должен принести в казну Верхней Волжья более 500 миллионов рублей. Это доказывает, что при правильно выбранной политике отрасль может быть прибыльной не только в раскрученных курортных регионах, но даже и вне Черноземья.